Всем привет! С вами канал Космостар. 9 сентября одной из самых популярных и любимых в народе актрис театра и кино Надежде Румянцевой исполнилось бы 92 года, но к сожалению 14 лет назад она ушла из жизни. Ее судьба, скорее исключение из правил в актерской среде, так как многие ее коллеги пожертвовали бы всем, чтобы добиться в профессии таких успехов, как она. Но Румянцева сознательно отказалась от съемок на пике своей популярности и никогда об этом не жалела. Надежда Румянцева родилась в Смоленской области 9 сентября 1930 года. С малых лет Надежда Васильевна отличалась веселым нравом и жизнерадостность Румянцевой не сломили даже ужасы войны. Семья будущей актрисы переехала в Подмосковье и вскоре отца девочки призвали на фронт. Подросткам Румянцеву увлекалась творческими кружками. Школьница не планировала выступать на сцене. Но по окончании учебы, впервые оказавшись на распутье, Надежда Васильевна поняла, что не хочет изучать точные науки, поэтому пошла в театральный вуз. Во в ГИК ее позвала преподавательница Ольга Пыжова. Первую роль в кино Надежда Румянцева сыграла, когда еще была студенткой. Ради фильма «Навстречу жизни» актриса изучала токарное мастерство, но солгала, что умеет управлять моторной лодкой, хотя взяла всего один урок вождения. Все выяснилось, когда она перевернулась во время съемок. Пару дней замерзшая артистка провела в клинике, но в целом эпизод удался. На государственных экзаменах во в ГИКе актриса произвела на директора масс-фильма Ивана Пырьева такое впечатление, что он велел написать под нее сценарий. Так, в конце 50-х Надежда Васильевна прославилась в картине «Неподдающейся», а в 1962 году сразила всех в комедии «Девчата». Народную любимицу называли Чаплином в юбке и приглашали сниматься в Голливуд. Статус звезды укрепился за Румянцевой после роли Людмилы «Добрый вечер» в «Королеве бензоколонки». После «Крепкого орешка» Надежда Васильевна стала менее активно работать в кино из «За карьеры мужа». Первым мужем Надежды Румянцевой стал однокурсник Владимир Шурупов. Но брак распался сразу после окончания учебы, Шурупова определили в провинциальный театр, а Румянцева осталась в Москве. Но в 1965 году актриса познакомилась с дипломатом Вилли Хштаяном, встреча с которым изменила ее жизнь навсегда. Они разговорились на дне рождения общего знакомого. Надежда Васильевна много шутила и прониклась симпатией к Хштаяну. В конце вечера они обменялись номерами телефонов, и вскоре звезда экрана пригласила нового знакомого на праздник в Дом кино. Три года пара общалась урывками из «За гастроли» артистки и командировок госслужащего. Румянцева подружилась с дочерью избранника от первого брака Кариной. Влюбленные начали жить вместе, и все могло продолжаться так еще долго, если бы не требования начальства Вилли Вартановича. Они сказали, слушай, пора тебе за границу ехать, но холостого послать не можем. А ведь вся Москва шепчется, что ты с Румянцевой встречаешься. Вот мы с Надей и подали заявление. Свадьбы как таковой не было. Ни я, ни Надюша не любили шоу, признался Хштаян. Румянцева оказалась заботливой женой. Она научилась готовить любимые супругам армянские блюда и даже срывалась со съемок «Крепкого орешка», чтобы приготовить обед. Вскоре среди актеров появился миф о страданиях артистки, постепенно бросающий кинематограф. Но Вилли Хштаян уверял, что Надежда Васильевна, просто присытилась миром звезд и могла вернуться туда в любой момент. Актриса согласилась ехать с мужем в командировку в Египет, где сыграла новую роль, супругу-дипломата, умеющую заводить нужные знакомства. Вилли Вартанович поражался ее скромным запросом, как-то на данную им крупную сумму, артистка купила только подарки друзьям, оправдываясь, что у нее все есть. Надежда Румянцева не носила колец с бриллиантами, а серьги могла надеть только на важный прием. После Египта пара уехала в Малайзию, но соскучившись по России, попросилась в Москву. Дипломату пошли навстречу, и он стал председателем внешпосылторга в столице. А вот актриса не спешила возвращаться на работу. Вилли Хштаян рассказывал, что Румянцева переживала за перемены в кинематографе, считая моду на боевики пошлой. Когда они вернулись на родину, ей было 57. Надежда Васильевна стала озвучивать фильмы и вести воскресную программу «Будильник». Актриса сыграла еще в нескольких картинах, например «В чудной долине», но больше ее занимал уход за домом и садом. Но худшее ожидало пару впереди. Вилли Вартанович открыл фирму и начал неплохо зарабатывать. На него посыпались угрозы преступников, но, не желая беспокоить жену, бизнесмен попробовал уладить все через знакомых. Наступил период затишья, пока однажды бандиты не ворвались в жилищах Штаяна и Румянцевой. Между Вилли Вартановичем и одним преступником разгорелась драка, а со вторым грабителем актриса осталась наедине. Даже под угрозой пистолета Надежда Васильевна отказалась отдать непрошенному гостю деньги, и он несколько раз ударил артистку. Соседи вовремя вызвали милицию, и дело кончилось для нарушителей спокойствия тюрьмой, но супруга упросила Штаяна бросить бизнес. Сейчас трудно сказать, тот ли случай послужил началом тяжелой болезни, или она стала развиваться чуть позже, после неудачного падения, но факт остается фактом, почти 10 лет, с самого ограбления. Актриса мучилась сильными головными болями. Порой она даже теряла от них сознание. А в начале 2000-х любимицы публики поставили диагноз – рак головного мозга. До самой смерти жизнерадостная актриса занималась цветами и старалась быть оптимисткой. Умирала в больнице, буквально на руках у любящего супруга. Единственное, о чем он пожалеет после ее смерти, так это о том, что у них так и не родились общие дети. Когда влюбленные сыграли свадьбу, и Надежда подружилась с ребенком Вилли от первого брака, Вилли боялся, что дочь не примет пополнение в семействе и просил Надюшу подождать. А позже из за ушедшего времени она уже просто не смогла забеременеть. 8 апреля 2008 года Надежда Васильевна не стала в возрасте 77 лет. Супруг с тяжелым сердцем похоронил возлюбленную на Ваганьковском кладбище.